День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим мы о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Ну что ж, несмотря на то, что мэр куда-то там уезжает, все равно работа в городе кипит. Аппаратное совещание доказывает, что все службы работают в штатном режиме. Проблема только с общественным бюджетом. Ну как, он есть в целом. Об аппаратном совещании будем говорить прямо сейчас. Алексей Асаулинг, эксперт в сфере ЖКХ, присоединился к нам. Алексей, приветствую вас. Ну и давайте по традиции начнем с короткого материала от наших корреспондентов. На аппаратном совещании было заявлено, что ведет его не мэр, потому что мэр снова в командировке. Небольшая информация от нашего корреспондента. Аппаратное совещание в мэрии 20 августа прошло без участия мэра. Одесский городоначальник вновь отправился в трехдневную командировку. Геннадий Труханов улетел в Афины, где будет обсуждать перспективу отдыха и реабилитации в Одессе детей, пострадавших от масштабных лесных пожаров в Греческой республике. Там, напомню, лесные пожары, вспыхнувшие во второй половине июля, унесли жизни почти ста человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Что же до Одессы, то аппаратку 20 августа скорее можно назвать летучкой или планеркой. В отсутствие мэра все вопросы повестки дня были рассмотрены менее чем за час. Отмечу, что совещания в первый день недели в Одесской мэрии проходят при отсутствии первого лица довольно часто. Трижды в феврале, апреле и мае Труханов отбывал в командировке. Кроме того, уйдя в положенный отпуск 25 декабря прошлого года, вернулся мэр аж в феврале. 18 января этого года он продлил свой отдых на три дня, после чего отправился в командировку в Афины, откуда затем вылетел в командировку в Давос, где должен был находиться до 28 января. 29 числа стало известно, что мэр вновь взял отпуск до 4 февраля за свой счет, а 5 числа продлил его до 8. 9 же февраля стало известно, что мэр вновь за свой счет продлил отпуск, из которого вышел 11 февраля. Таким образом, корабль по имени Одесса дрифовал без капитана целых 48 суток. Ну и так видим отпуск, командировка, тем не менее на аппаратном совещании назначения новые проходят. Ну вот в том ключе, что мэр сегодня отсутствовал, есть небольшой плюс, аппаратное совещание началось вовремя. В 9.01 я видела по вашему фейсбуку. Да, да, да. Ну, кстати, вот насчет начала господин Орловский, вице-мэр, всегда, в общем-то, начинает очень пунктуально, четко, в общем-то, в одно время. Вот это, наверное, тот небольшой плюс, который присутствовал в связи с отсутствием, в общем-то, мэра. Ну и длилась аппаратка менее часа, как сказал этот корреспондент. Менее, да, кстати, менее часа, 40 минут длилось аппаратное совещание. Было два ключевых назначения озвучено сегодня. Что это за назначение? В начале лета был уволен начальник инженерной защиты управления. И, в общем-то, вот до лета никого не назначали. Конечно, тоже ситуация достаточно непонятная, потому что, ну, на мой взгляд, если вы увольняете, то нужно... Ну, так вроде, все сдано, что переживать. А исполняющая обязанности от личности не несет? Очень было похоже на то, что пока, в общем-то, нет руководителя, вопросы никто острые и больные поднимать не будет. Ну, да. Идет все, как идет. Все, сейчас конец лета, в общем-то, и человеку-то уже предъявить нечего. Вот он назначен. Он только пришел, ему надо время, чтобы войти. По люлях Виталий. Вот его господин Орловский представил. И второе назначение... Что можно сказать об этом человеке? Я, к сожалению, не... Откуда он? Одессит? Не знаю. Господин Орловский буквально пару слов о нем сказал, что, в общем-то, возлагаются на него большие надежды, как и на новом директоре ТГУ. И новый начальник, кстати, это Дольченко Иван. Наши теплосети городские, в общем-то. Тоже, в общем-то... Я не сталкивался ни по своему роду деятельности. Вообще не слышал ни про одного, ни про второго. В общем-то, и для меня даже, скажу больше, назначение нового директора ТГУ было неожиданностью. Денис Рудой достаточно долгое время руководил. Какие-то... Я знаю, что я сталкивался с ТГУ на протяжении нескольких лет и достаточно оперативно реагировало это ведомство на какие-то такие точечные проблемы. То есть я обращался, если люди обращались, то есть по... Там, квартира без отопления, там, подъезд без отопления. Реакция была. Реакция была, да. То есть, например, мне непонятно, например, в связи с чем произошло увольнение или замена этих игроков. Ну, насколько я понимаю, в общем-то, и насколько я осведомлен, то, что происходит в городе, в основном меняют на более подходящих для каких-то определенных ситуаций чиновников. Более лояльных. Более лояльных. Или все-таки более профессиональных. Соглашающихся. Вы знаете, мне бы хотелось верить, что более профессиональных, но я все-таки соглашусь с Аллой, что это скорее более удобные для определенных ситуаций. Неужели так долго искали удобного руководителя управления инженерной защиты? А мы с вами же вот сказали пару слов, что, в общем-то, эта ситуация так получилась, что вначале уволили, лето без присмотра инженерной защиты, в общем-то, все. Никто его особо... Я думаю, что обычно такие должности заранее известны, кто может занять. Поэтому я не думаю, что искали-искали. Фигуру ввели в игру тогда, когда было нужно ввести. Когда нужно было ввести. Не торопились с этим решением. А следующая тема и небольшая информация от наших корреспондентов. 80% родителей выбрали украинский язык для своих детей. Как язык обучения, прошу вывести на экранный материал. Более 80% одесситов хотят, чтобы их дети получали среднее образование на украинском языке. Так, в первые классы городских школ в этом году были зачислены около 11 тысяч детей. Из них более 9 тысяч выбрали классы с украинским языком обучения. Такая динамика, отмечают в департаменте образования, позитивный сигнал, поскольку родители самостоятельно и без давления выбирают, на каком языке будут учиться их дети. Всего же в нынешнем году в образовательных учреждениях, которые под отчет на департаменту, сядут за парты 131 429 детей. Это на 6,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Без сомнения, система образования в Украине должна быть на украинском языке, но ваше отношение к этому соблюдаются ли, допустим, какие-то демократические моменты, которые прописаны в Конституцию, например, на защиту прав обучения на языке национальных меньшинств? В любом случае, на мой взгляд, то, что такое большое количество избрало украинские школы, это положительная тенденция. Я, например, обучаюсь еще в СССР, в общем-то, был освобожден от украинского языка, у меня папа был военнослужащий, и я был освобожден. Я сейчас, например, очень жалею и считаю, что мне было бы полезно, в общем-то, учиться украинскому языку еще с первого класса. Сколько языков ты знаешь, только раз ты человек. Но для того, чтобы учиться, нужно, на самом деле, чтобы были учебники. Что у нас с учебниками, Алла? С учебниками все плохо, информация от корреспондентов о нехватке учебников прошу вывести на экраны. В одесских школах дефицит учебников. Это касается пятых и десятых классов. Городской департамент образования и науки заказал учебную литературу, однако в данный момент в школы поступила лишь часть заказа. В департаменте отмечают, что перекрыть дефицит бумажных книг помогут электронные учебники, коды доступа к которым будут розданы в конце августа на родительских собраниях. Формат нашего электронного учебника поддерживают абсолютно любые гаджеты, и планшеты, и телефоны, и стационарные компьютеры. Ребенку для того, чтобы пользоваться учебником в своей параллели, необходимо зарегистрироваться и ввести тот код доступа, который ему дадут в школе. И мы всех родителей просим, если вдруг кому-то в школе забудут выдать этот код, об этом поговорить на родительском собрании. Абсолютно все учреждения образования города на своих родительских собраниях в конце августа-начале сентября детям выдадут коды доступа для определенной параллели, где учится ребенок. Напомню, ранее городской голова подписал распоряжение о выделении почти 14 миллионов гривен на доступ к электронным интерактивным учебникам для школ города. Электронные учебники, вот их точно, наверное, всем хватит, но будут ли на них, например, собирать, если да, то кто, горожане или родители учеников? Ну, давайте вернемся к тому, что Елена Буйневич говорила об учебниках вообще в формате отчета о готовности к учебному году. И то, что есть нехватка некоторая по бумажным учебникам, будем так их называть, она объяснила тем, что в ближайшее время эта нехватка будет устранена. Как альтернатива таким учебникам есть еще электронные учебники. Электронные учебники, на мой взгляд, конечно, в любом случае это полезная инициатива, которой удобно пользоваться, потому что вы знаете, что я, например, когда вижу рюкзак своей дочки, который там, ну, мне кажется, что ей очень сложно нести, то, в общем-то, когда можно на компьютере, на планшете что-то открыть, повторить, в гостях куда-то уехали, еще где-то, знаете, как раньше, не брать учебник, не тащить. Действительно, в электронном виде можно это найти. Ну, как по мне, это достаточно интересная инициатива, которая просто не заменит, как альтернатива и в каких-то случаях замена. Ну, так скорее будет правильно. Ну, как получается, что у нас снова вот уже учебный год начнется и решат проблему с нехваткой? Почему всегда уже после того, как проблема появилась, ее пытаются решить? Ну, неужели не знали заранее, сколько детей идут в школу, учитывая, что у меня ребенок тоже идет в первый класс? И первое собрание было в сентябре прошлого года. И все понимали, сколько людей будет в этом году в школах. Ну, просто не совсем к вам, Алексей, просто ваша дочка. Да, 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 я просто слышал, передо мной был гость, которого вы спрашивали подобный вопрос по поводу парт, почему опять все у нас в последний момент происходит. Я вам хочу сказать, что у нас всегда все происходит в последний момент. Потому что, смотрите, объясню почему. Потому что если сделать вовремя, тогда могут найтись какие-то ошибки, надо будет корректировать, что-то перегрировать. А когда это все в последний момент происходит, и уже ничего не поменять, то вроде как, ой, елки-палки, что-то пошло не так. Ну, в целом, как бы, да. Ну, подожди, у нас же есть целые департаменты, которые должны заниматься планированием, стратегией развития новой украинской школы. Вы знаете, вот мы сейчас как раз с вами плавно подходим к общественному бюджету, который вот ситуация, вот мы говорим о школах, об учебниках, о партах, да, а вот по общественному бюджету ситуация очень похожая. И давайте вот я на примере общественного бюджета объясню, как это работает. К общественному бюджету буквально через секунду вернемся. У нас на прямой связи наш корреспондент Александра Грачева. Она сейчас находится в Одесском художественном музее. Готова включиться, рассказать, что там сейчас происходит. Саша, тебе слово. Нет у нас, к сожалению, технические проблемы, постараемся восстановить. Переходя к общественному бюджету, давайте небольшой тогда материал о том, что с ним происходит, и после услышим ваше мнение. Прошу вывести материал на экраны. Реализация в Одессе программы «Общественный бюджет-2018» оставляет желать лучшего. Инициатива мэрии воплощается в жизнь крайне медленно. Так, за 7 месяцев текущего года на продвижение проектов победителей было потрачено чуть больше 7 миллионов гривен. Это всего 8% от общей суммы, выделенной мэрией на реализацию программы «Общественный бюджет» этого года. Станом на 1 серпня 2018 року фінансування проектов победителей склало 7 миллионов 752 тысяч гривен, або лише 7,9% від затвердженого плану. Я не буду зупинятися на всіх проектах, які є. Лише зупинюся за липень месяць, поточного року, фінансування здействують лише по 7 проектах на сумму 2 миллиона 274,2 миллиона гривен. В ближайшее время, по прогнозам Департамента финансов, ситуация должна улучшиться, поскольку в августе состоялись тендерные процедуры по целому ряду проектов. Это значит, что их вот-вот начнут реализовывать. В частности, речь идет о создании городского центра дрессировки собак, автономной системе освещения переходов и других проектах. Получается, проекты есть, люди голосовали, а денег в городе хватает. Проекты есть, деньги есть, и хочу сказать больше, что в начале года мэр сказал о том, что каждый месяц мы будем поднимать проблему общественного бюджета, отчитываться, понимать, кто у нас буксует, кто у нас недорабатывает, и будем на этих влиять, на эти ведомства. И после этого... Кто буксует, недорабатывает? Вызывайте, буксует 90%. Получается, что из 22 проектов сейчас реализован один, всего 22 реализован один, 7 ведомств отвечают за реализацию, и почему-то каждый раз, когда поднимается вопрос общественного бюджета, мы просто слушаем, как озвучивают, что эта проблема существует. Вот для меня, например, всегда загадка, почему не вызвать вот того распорядителя средств, да, в общечах. Почему они дали деньги? А подойдите сюда, пожалуйста. А вот у вас там 4-5 проектов. Расскажите, почему так? То есть просто, знаете, констатируют факт, и после... Как будто никто не знает, кто отвечает за это. Никто не знает, как будто никто не понимает, почему это происходит. Почему сейчас опять в конце августа, да, проведён тендер в конце августа, почему он не проведён в мае. А ведь проекты должны быть реализованы в определённый срок, на который были выделены деньги в франках общественного бюджета. С большинством из них связаны строительные работы, понимаете, которые сейчас август, сейчас, я же говорю... Уже всё, сейчас он закончил. Сентябрь, октябрь, да, кстати, по... Хороший сегодня был пример, там вот по... Хороший, такой антихороший пример. Поднимали вопрос по пляжу для людей с инвалидностью на 11-й станции. И господин Денисов, новый руководитель экологии, сказал о том, что мы к октябрю сможем начать работы по пляжу для людей с инвалидностью. В октябре сможем начать работы. Вот шторм в снег идёт, да, в октябре... И потом добавил, что, ну, конечно, нет смысла уже делать, перенесём на 19-й. Ну, Орловский сказал, ну, конечно, на 19-й, ну, зачем же нам пляж делать в 18-м, да? Так вот, вот это яркий пример того, что если торопиться не спеша, то можно, в принципе, и не сделать ничего. Зачем? Ну, а для чего это делается? Ну, неужели городской власти невыгодно показать, вот мы молодцы, вот мы сделали, хвалите нас. Столько, на самом деле, сейчас слабых мест, где его подводит команда... И недоброжелатель, которые воспользуются... Именно, которые ловят вот этот противоход, скажем так, его доброй инициативы. Горской голова делает иногда странное заявление, там, серьёзно, там, грязная вода течёт? Или, а что же... Точные воды опасны? Да, не опасны точные воды. Или там, а что у нас здесь ещё происходит? А ну, давайте так, кто-то не делал, так никто не делает. При этом мы видим, что команда реально буксует и подставляет его на водёнкинской лестнице. Это лицевые проекты. На Бельведере Воронцовском сумасшедшая, извините, подстава, если можно выразить таким языком. И здесь мы видим, что горожане поймали его инициативу, поймали его пас, давайте будем общественный бюджет, и опять мэра подставляет. Вопрос, кто и зачем? Ну, самая основная причина, которую я уже, наверное, устал озвучивать, вам, наверное, уже надоело её слушать, это то, что у нас не бывает виновных и не бывает наказанных, да? Вот единственное... Это не разлой умысел, это просто тупость какая-то непроходимая. Я думаю, что и то, и другое. Не надо там прям это только это или только то. Есть многие люди, которые не хотим, знаете, как день прошёл и хорошо. Точно так же чиновник в своём кресле остался какое-то время, продержался, ни плохого не сделал, ни хорошего, вроде ничего, всё в порядке, да? Но вы правильно говорите, нет команды, которые... Вы знаете, что никто не знает руководителей ведомств. Этих семи ведомств никто не знает фамилии руководителей. Все знают, что это мэр Труханов, что он должен следить, чтобы эти ребята работали. Ну, фактически так и есть. Да. Никто же... Ну, откуда распорядитель, семь ведомств, на них распределены проекты, никто не знает этого. Поэтому... Для меня вообще, честно говоря, довольно одного ведомства, которое выделяет деньги, всё. Ну, я вам хочу сказать, что и для большинства людей точно так же. Поэтому все шишки летят, в общем-то, в сторону головы. В сторону головы, видите, даже... Ну, что вполне логично. Как это звучит. Все шишки на голову, да. Да. И вот, опять же, если бы видно было, что эти люди как-то, знаете, может быть, даже не буду говорить там, уважают, не уважают, побаиваются, что может что-то произойти с их креслом, с их репутацией среди чиновников, даже не среди людей. Эти люди не думают о своей репутации среди людей, знаете. Среди чиновников хотя бы накажут, уволят. Но вопрос ответственности. Ответственности. Вот вопрос ответственности... И наказания. ...он отсутствует. Вы знаете, я ещё один пример приведу. Я вот, например, занимаюсь проблемами с ЖКСов 5 лет, да. Так я вам хочу сказать, что начальника участка ЖКСов, в ЖКСе там 5-10 участков, начальника участка проблемы уволят, не увольняют их. Их чуть-чуть прячут куда-то, переводят, они где-то прячут. Повышают у нас обычно в должности. Могут и повысить, да. О чём же мы говорим? Чего боятся глав департаментов, которые не следят и не выполняют свои обязательства по отношению, например, к общественному бюджету? Никто не боится. Поэтому и происходит такая ситуация. Вот так. Но каким-то образом влияет на ситуацию с общественным бюджетом люди, которые, к примеру, подавали проекты, мы с вами можем? Ещё раз хочу просто вспомнить, рассказывал по поводу того, что общественным бюджетом, например, в Польше занимаются общественники. Люди, которые болеют этими проектами, которым важно, чтобы это получилось. У нас этими проектами занимаются чиновники, которым по барабану. Но это вот отдельный вопрос. Для меня тоже была загадка. То есть разрабатывают общественники, а реализуют чиновники. Подают, предлагают общественники. Ну вот, ну почему? Знаете, сейчас можно говорить, вот общественники у нас много непорядочных общественников, которые… Хорошо, что все чиновники порядочные. Да, да, но смотрите, есть же принцип проверок общественных организаций. Не выделяйте много, выделяйте небольшую сумму. Освоили, не подвели, больше, больше, больше. Конечно, во-первых, они заберут пласт работы у чиновников, которые вечно заняты. Нет, Алексей, пугает не пласт, пугает финансовый поток. Финансовый поток, который уйдет. Да. Абсолютно верно. Поэтому никто не хочет общественников даже приближать к этому. То есть контролировать, знаете, каким контролировать? Вы можете там ходить, немножко смотреть, немножко ругаться, да. Но на самом деле, вы же понимаете, что если бы это занимался человек, который это придумал, который этим болеет, это был бы результат, которому важно, которому не стыдно идти по городу, встречать там своих друзей, знакомых и говорить, вот смотрите, что я придумал. Вот это придумал я и осуществил, да. Так вот, вот такого чувства у тех людей, которые занимаются в Горсовете, нету и близко. Поэтому вот и результат. Август месяц один проект из 22 реализован. Что будет с остальными 21 проектом? Вы знаете, я думаю, что, наверное, сейчас очень сильно все ускорятся. Но всегда ускорение выгодно. Но вы же сами говорите, что невозможно ускориться в ряде проектов. Ускориться выгодно в плане того, что очень удобно замурыжить каких-то денег, назовем это так, потому что все торопимся, время надо успеть. Плюс потеря качества работ, да. Когда это спокойно проводится работа. А потом можно будет сказать, что общественный бюджет, вы же видите, как реализовываются неинтересные проекты, плохо реализованные, давайте его отменим? Ну, вы знаете, я просто наблюдаю уже, это же не первый год так проходит. Постоянно получается ускорение к концу года. И в том году была эта проблема. И в начале этого года, знаете, мне было так приятно, когда мэр на аппаратном совещании сказал, что давайте не будем, как в прошлом году, когда мы там не успели, что-то мы там перенесли. Давайте в этом ускоримся. И даже вызывали, называли ведомство, я помню, было аппаратное совещание, называли ведомство, проекты, какие суммы, кто начал, кто не начал. И вот после того выступления мэра ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Мы перенесимся опять в музей. К прекрасному, к искусству. Да, Александр Грачев и, среди Александр Ройбурд, скорее всего, появятся в наших экранах. Саша, что там происходит? К сожалению, не удалось ликвидировать технические сложности, проблемы со звуком. Ну, будем тогда ждать в новостейных сюжетах информацию от наших корреспондентов. Спасибо, Алексей, за то, что пришли сегодня. До следующей аппаратки. Алексей Сауленко, эксперт в сфере ЖКХ, был нашим гостем. Далее Ксения Терзи с новостями. После День на Думской продолжит Саша Корень с программой «Ни слово о политике». Мы вернемся в студию после 18.00. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»!